За моей спиной находится здание, жители которого привлекали внимание городской власти с призывом спасти их дом. Таких памятников архитектуры, требующих реставрации в историческом центре немало, но процесс восстановления, увы, затянулся. Плакат с надписью «Спасите наш дом» вызвал бурную реакцию общественности, потому ответ городской власти ждать себя не заставил. Реставрационные работы по фасадам и дыхам есть управление капитального строительства. Мы неодноразово общались с ними с приводом этого адреса и надеемся, что в этом году это не вышло, на жаль, благодаря тому, что было уменьшено финансирование программы и действительно уменьшена количество адрес, которые поступили в работу этого года. На следующий год, я надеюсь, мы получим все-таки в полном обществе финансирования и эта адреса будет все-таки взята в работу. Горожане уверены, после реставрации в первоначальном виде они здания не увидят, поскольку разрушенные архитектурные элементы фасада не документируют. Помимо уничтожения аварийной лепнины в здании есть немало проблем. Снятие балок, укрепляющих здание, надстройки мансард, которые привели к возникновению больших трещин. Местные жители неоднократно заявляли о проблеме, однако в ответ получили только обещание. Это несчастный дом, который почему-то все обходят стороной. Значит, начиная с 2001 года мы начали писать, а в 2003 мы получили первое вранье. Письма о том, что в 2003 году наш дом идет под капитальный ремонт. Мы уже просто не знаем, что делать. Вот это наши вывески, вот эти вот «Спасите наш дом» – это крик души, это последнее, что мы можем сделать. С самого утра вот домом собрались члены департамента охраны объектов в Одессе. Однако говорить с нами никто не захотел, ведь начальник управления уже все сказал. Причина визита – фиксация состояния дома для начала проведения реставрационных работ. По словам экспертов, ответ на реагирование власти по реставрации исторических зданий находится в стратегии экономического и социального развития города Одессы до 2022 года, которая была утверждена еще в 2015 году. Все работы, якобы, были согласованы с областным управлением охраны памятников. В декабре 2018 года от начальника управления охраной объектов культурного наследия Одессы был получен новый ответ реставрации дома. Но, как можно заметить, работы так и не начались. Касательно зданий, которые, в общем-то, пострадали. Мы находимся на Софийской, 15-й. Это один из объектов, практически 20 объектов, который пострадал от неумелого управления коммунальной собственностью. Либо объектами, которые находятся под защитой государства. В бюджете города Одессы постоянно предусматривались достаточно значительные суммы, а именно десятки миллионов гримен для реализации этой программы. Но по непонятным для меня причинам, в конечном итоге, принимается решение, скорее всего, департаментом финансов. И эти деньги снимаются с объектов культурного наследия и перебрасываются совершенно на другие нужды. Вся изъятая аварийная лепнина была передана для сохранения в Управлении охраны объектов культурного наследия Одесского городского совета. Там элементы архитектуры будут ждать своего часа до полной реставрации дома. Когда появится новая точная дата восстановления здания, пока неизвестно. Татьяна Барумбей, Константин Нищерет, телеканал Репортер.